Производительность труда в регионах страны должна вырасти как минимум в два раза. Добиться этой задачи призван национальный проект. Площадкой для обмена опытом стал Всероссийский форум «Производительность-360». В его работе принимала участие делегация Чувашии. Какие подходы к увеличению эффективности труда будут перенимать в республике? Подробности у Дмитрия Ковалева. Тот заряд, который был в момент подготовки стратегии, его нельзя терять. Это фабрика идей для эффективной работы госорганов. Вот так команда молодых специалистов создает стратегию развития Нижегородской области. Главы регионов перенимают опыт. Мы решили сделать единую инфраструктуру контроля по принципу проектного управления на единой платформе, которая позволяет и национальные проекты координировать, плюс отчитываться перед федеральным уровнем республики власти, плюс координировать региональные проекты. Мы абсолютно уверены, что решения должны приниматься на основе даты, на основе реальной аналитики, реального содержания. В работе сотни проектов. Бережливые технологии применили и в одном из муниципальных центров реабилитации детей-инвалидов. Мы даже специально проводили на обновлении волонтеров, чтобы оценить этот результат. В этом году волонтеры опрашивали уже материальными детей с ограниченными возможностями. Работать эффективно, отметил губернатор области, помогают и на УХАУ. Инновационные проекты опробировали в сфере медицины. Так прием пациентов ускорила система распознавания голоса. Главы регионов изучили и опыт работы многофункционального офиса корпорации «Росатом». Его сотрудников от бумажной волокиты избавили роботы. Электронные документы обороты в отделе кадров. «Скан посылает это все роботу. Робот начинает это все распознавать, оцифровывать и закладывать в систему. Никакую бумагу не собираем, на все удалили, ничего не копируем». В процессе повышения производительности время на вес золота и именно его необходимо беречь, говорят эксперты. Но как работает рационально и эффективно? Ответы на этот вопрос искали на форуме. «Производительность – это не про то, как много человек работает, это про то, как он мало делает ненужной работы в процессе своей работы. Поэтому повышение производительности эффективности – это не про сокращение, это не про увеличение рабочего времени. Понятно, что, например, все проекты, которые у нас есть, они де-факто все ведут к повышению производительности труда». В росте производительности труда должны быть заинтересованы все работники предприятий. Добиться эффективности возможно только в команде. «Когда директор вроде бы как уже поверил, увидел эти образцы, примерно понимает, какой путь ему сложный предстоит, первый вопрос, который он задает – помогите мне убедить коллектив в этом». «Очень важно именно системный и комплексный подход, который вот как раз этот форум, в общем-то, и проповедует. Не отдельные участки и отдельные вопросы, а именно вот система и комплекс. По своему опыту и по опыту коллег, можно на отдельных участках поднять производительность труда и в 10, и в 20, и поверьте, у меня был опыт там до тысячи раз». Рост производительности пускать на самотек недопустимо. Выполнение этой задачи во многом зависит от глав регионов. «Если первый руководитель этим не болеет, если он сам не ходит на производство и не смотрит, куда конкретно курица несет это яйцо, и что конкретно происходит в регистратуре в поликлинике, или как передается деталь от одного станка к другому, это не делается из офиса». Михаил Игнатьев отметил, что лучшие практики в этой сфере будут тиражироваться в республике. На предприятиях, вовлеченных в реализацию национального проекта, этим занялись уже вплотную. В итоге должна увеличиться и заработная плата сотрудников. Такую задачу обозначил глава региона. «Через год, через два люди поймут, что от правильной организации труда, от увеличения производительности труда, мотивации для них создается еще такая благоприятная. Федеральный центр компетенции нам оказывает содействие. У нас практически включились в эту программу уже семь организаций, 23 уже официальные заявки подали. А так рассчитываем, не менее 60 организаций Чувашской республики будут участвовать в этой программе». Производительность должна повышаться не только на конвейере. «Бережливые технологии могут работать в любой сфере. Главное – найти новые подходы». Это выводы участников форума. «Работать. Я думаю, если бы у нас надо работать, работать, и вместе сложилось, было бы очень много именно на тему, что теперь надо работать. Да, это прямо явно очевидно». Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Нижнего Новгорода.